Нелегалы протестуют против криминализации нелегальной иммиграции возле Национального института миграции в Мехико. Многие демонстранты являются частью каравана мигрантов, идущего в США из южного штата Чиепас, где в прошлый четверг, 9 декабря, в результате катастрофы со смертельным исходом погибло 55 нелегальных иммигрантов, поскольку грузовик, в котором они нелегально пересекали границу, ехал и перевернулся. Там было более 160 человек. Транспаранты с надписями «Ни один человек не является незаконным» и «Нет больше насилия в отношении женщин-мигрантов» демонстранты требовали равного и справедливого обращения со стороны властей. Ох уж эти равенства, будь уже честными, просто в США все эти экономические страдальцы начнут воплощать мечту о том, что американские трудяги будут за них платить, а демократы, продавив закон о голосовании без удостоверения личности, просто тащат себе избирателей, так как в здравом уме за демократов уже голосовать американцы отказываются. А вот интересная причина для эмиграции. Никарагуанский мигрант Антонио Палан говорит, что в его стране уже нецелесообразно оставаться, так как все его сверстники уже давно живут и работают в Соединенных Штатах. «Они даже выдают ваучеры, чтобы помочь вам», — говорят в «Караване», имея в виду множество программ помощи и планов оказания финансовой поддержки, которые Байден предоставляет нелегальным эмигрантам. После утомительных протестов с местной полицией «Караван» должен остаться и отдохнуть в Мехико, сообщают нам сердобольные левые пропагандисты из СМИ. Продолжение следует...